Я очень польщен вашим приглашением и считаю для себя честью открывать такую замечательную традицию исключительно в духе классического университета, традицию связанную с проведением открытых лекций, тем приятнее, что и тема лекции, и лектора выбирается вами. Итак, тема была сформулирована следующим образом. Украшение строптивого времени. Понятно, что так или иначе, лечь будет идти по тайм-менеджменту. Я вам сегодня вечером не нужен, Филипп Филиппович? Нет, благодарю вас. Мы сегодня ничего делать не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, в большом Аида. А я давно не слышал. Помните дуэт? На-ля-ля-ля-ля, на-ля-ля-ля-ля. На втором акту поеду. Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? Успевает всегда тот, кто никуда не торопится. Я за разделение труда, доктор. Когда мы решаем вопрос планирования времени, то первое, что нам надо сделать, это не потерять то, что мы напланировали. И для этого нам пригодится несколько артефактов, которые я объединил в группу носителей информации. Это важно, мы к ним еще будем сегодня обращаться. Первый традиционный носитель это блокнот. Скажите, пожалуйста, у кого сейчас в кармане, подчеркиваю, в кармане блокнот есть? Очень хороший вопрос. Кто сказал, не вижу из-за пушки. Не подойдет. Не подойдет. Как думаешь, почему? Срубой не всегда с собой. Абсолютно с собой. Нам нужен артефакт, который находится под рукой в прямом смысле. В рабочий день я ношу блокнот на крупном кармане. Носителем блокнота является карман. Про блокнот мы еще несколько слов скажем. Следующий носитель информации это ежедневник. Вот ежедневник имеет полное право находиться в сумке, потому что заполнение ежедневника это уже интеллектуальный акт, если хотите. И нужно потратить какое-то время для того, чтобы сосредоточенно перенести свои наброски в заданную ежедневником календарную структуру. Следующий артефакт это Google Календарь. Я настаиваю именно на этом сервисе, но в конце концов, формат, который предложил ежедневник, я думаю, что он может быть еще в паузу скажем в этом формате несколько слов. Формат передачи личного опыта. Вот мой личный опыт показывает, что именно этот инструмент является наиболее удачной системой индивидуального и группового планирования времени с помощью технического посредника. Кроме того, инструмент этот кросс-платформенный, потому что приложение Google Календаря доступно для всех основных мобильных платформ, и для продуктов Apple, и для Android. Не знаю, не имею достаточно пользовательского опыта виндафонов. И еще один носитель информации это таблички Excel. И для табличек Excel, в отличие от Google Календаря, для которого возможны два носителя, это и лэптоп, и мобильное устройство, для табличек Excel следует использовать, как показывает мой упрямый лэптоп. И табличка Excel это финальный этап планирования времени, и у нее довольно специфические задачи. Пока мы с вами определились с носителями и носителями-носителями. Почему мы сочетаем бумажные носители и носители цифровые? Потому что бумажные носители, я понимаю, что они могут поменять, даже если это не кто-то. Почему? Телефон у тебя сядет, и ты в лошадку не можешь взять, а потом сюда уже в лошадку, а потом сюда уже в лошадку. Такой бумажный. С карандашом. Совершенно справедливо. Кстати, почему именно с карандашом пьют? Карандашом не стелить. Потому что он не по голове, он пишет. За пальчик, где я езжу, можно. На эту тему, на самом деле, был прекрасный анекдот о беседе двух космонавтов на МКС. Русского и американского. А когда американец достает космическую ручку, говорит, что вот наши ученые недавно предложили технологию, которая позволяет писать ручками невесомости. А что русские отвечают, оп, пока мы предлагали технологию, как писать ручками невесомости, мы пишем карандашом. Да, карандаш пишет всегда и везде. Это его важные, отличительные черта. Ну и запомнили распределение. Это тоже мой опыт показывает, что это очень значимо, что где лежит. Что ежедневник у нас лежит в сумке, блокнот у нас лежит всегда под рукой. Телефон у нас, как правило, тоже под рукой. И он синонимичен блокноту, но в технологичной среде. Да, точно так же, как таблица Excel, синонимична календарикам. Но в цифровозах. Поговорим про блокнот. Первое важное замечание, которое относится к блокноту, ни в коем случае не надо путать его с рабочей тетрадью. Давайте сравним. Вот это рабочая тетрадь. Это блокнот. У них принципиально разные назначения. Рабочая тетрадь служит для развернутой формулировки мыслей, эскизов. Блокнот служит для записи коротких заметок, связанных с вашими планами. Еще раз, на то, что я говорю, не есть истина в последней инстанции. Меня попросили поделиться моим опытом, и я с удовольствием это делаю. Если будут вопросы, возражения, встречные идеи, какие-то другие наработки, давайте их на всеобщее обозрение. Мы их с вами с удовольствием обсудим сейчас вместе. Может быть, я узнаю от вас что-то новое. Так бывает, на самом деле, достаточно часто, и это хорошо. Значит, что в блокноте живет? В блокноте живет либо просто текстики, короткие заметочки, формулировка идеи, формулировка мысли, обязательно датированная, либо нумерованные списки дел. То есть, два варианта того, что живет в блокноте. Кроме того, у заметки в блокноте очень короткое время жизни. Заметка в блокноте живет ровно до того момента, пока она не обрела форму законченного дела в виде записи в ежедневнике. Знаете, я специально показываю вам свои рабочие бумаги, чтобы у вас не было ощущения, что это голая теория. Да, я на самом деле так живу. Что происходит в заметке после того, как она перекочевала в ежедневник? Она образовывается. Так что жизнь блокнота динамична, но коротка. В какой-то момент в нем не остается листочков, и блокнот отправляется на помык. Значит, очень важный момент, связанный с блокнотами, это форм-фактор. Да, то есть, что за блокнот? Мой опыт показывает, что удобнее всего расположение листов вертикальное, а не горизонтальное. Да, то есть, сравните, вот он блокнот и его расположение листов. Вот он ежедневник и его расположение листов. Они разные. Ежедневник. Я убежден, что датированные ежедневники – это ошибка природы. Датированные ежедневники лишают нас абсолютно свободы планирования времени, навязывая нам момент использования, лишают нас возможности самостоятельно маркировать неделю. Ну, допустим, я использую цветовую маркировку дней. Да, разные части недели имеют у меня разный цветовой маркер. Например, выходные – это минимум один выходной день в неделю, маркирован зеленым, и это значит, что в нем будут только планы, связанные с досугом. Понедельник всегда маркирован красным. Это значит, что это день максимальных рисков при планировании. Больше всего новостей, разрушающих наши планы, сваливается на нашу голову, как правило, в понедельник утром. Внутри ежедневника содержатся, я, кстати, предпочитаю маленькие ежедневники, именно потому что они заставляют коротко формулировать планы. А, ну, просто вот носить проще. Ненавижу, когда партнеры, знаете, бывают такие огромные фолианты, которые приносят в какой-нибудь Новый год, а ты думаешь, что вражина, что бы ты с ним сам на работу ходил. Нет, есть у ежедневников, конечно, такие, как бы это сказать, величественные формы, но, например, мне несколько раз приходилось видеть редакционный ежедневник, который занимает стену. Без преувеличений. Лист ежедневника занимает стену в редакции. Это обычный, линованный ежедневник, но, правда, как правило, он не на день, а на месяц. И редакция заносит туда свои планы. Но это коллективное планирование, а мы все-таки говорим про индивидуальное. Да, поскольку мы с вами выяснили, что ежедневник должен быть артефактом портативным, то никому не охота, я думаю, таскать дополнительный фолиант в зубе. Поэтому тоже для ежедневников форм-фактор имеет значение. Это небольшой артефакт. Кроме того, его небольшие габариты провоцируют нас очень емко излагать содержание плана. При этом у этой записи есть навязываемая ежедневником структура. То есть это дата, это время, это место. Вот места, как правило, в ежедневниках нет, места мы задаем сами. Также, ну, журналистское прошлое, майор диктует обязательную необходимость указывать контактное лицо мероприятия. Не важно, что это за мероприятие, там, совещание у редактора, значит, мы указываем контакты секретаря-редактора, чтобы за пять минут до начала мероприятия перезвонить и уточнить, что совещание состоится или нет. Потому что если мы вовремя узнаем о том, что оно не состоится, несколько раз меня эта дурная привычка спасала уже здесь, в Ханках, от лишних дорог. Когда перезваниваешь создателю мероприятия, и за несколько минут, ну, как правило, за время, необходимое на дорогу до мероприятия, ты уточняешь, оно состоится или нет. И если получаешь отбой, то у тебя высвобождается большой кусок времени, который можно задействовать на следующее мероприятие. Это очень полезная привычка, а привычка это является прямым следствием записи в блокноте, записи ежедневники. По контактам лица и записи координатам контактного лица. При этом координаты должны быть координатами оперативной связи. То есть, если вы напишете уточняющий вопрос по e-mail за 20 минут до начала встречи, при том, что идти вам до этой встречи 15, и вам не ответят, вы придете и узнаете, что мероприятия нет, и будете очень разочарованы. Кто будет виноват? Виноват. Будете вы, потому что надо было просто позвонить. Да, с другой стороны, если вы выступаете организатором мероприятия, и вам надо анонсировать его заранее, то вы совершенно спокойно ставите функцию e-mail уведомлений участникам в календаре, и с этой точки зрения использование электронной почки будет оправданным. Да, потому что люфт по времени, запас по времени больше. Еще одна особенность ежедневников, поскольку в ежедневниках собирается уникальная база контактов, то ежедневник не выбрасывается. Можно, конечно, мечтать о том, что кончится год, и я, как умный Вася, сяду, Вася в зале есть, если есть, простите, Бога, это ничего речного. Значит, сяду и перепишу контакты с каждой странички в отдельную цифрадочку или занесу в базу, вообще забудьте, этого не будет. Точно так же, как никогда не будет раскладывания файлов по папочкам в конце года. Это такая же иллюзия, как попытки перенести контакты из ежедневников специально в алфавит. Вот самая бессмысленная, на мой взгляд, категория канцелярских предметов сегодня, это алфавитный тетрадь. Потому что до нее, как правило, руки не доходят. Темп жизни такой, что у нас нет времени для того, чтобы этим заниматься. Но почти наверняка мы вспомним, в какой момент мы говорили с человеком, который может быть нам полезен. Мы возьмем ежедневник, посмотрим этот кусочек времени и, скорее всего, найдем нужные нам контакты. Эта система неоднократно доказывала в моей практике свою эффективность. Может быть, нет, я не исключаю, что среди вас есть убежденные отличники, которые могут заставить себя на каникулах сесть на полку ровно и переписать вот все 360 страниц ежедневника контакты в тетрадочку. Бывают исключения из правил. Я таких пока не встречал. Это не значит, что их нет, это значит, что они... Срок хранения ежедневника с контактами, как правило, не превышает 5 лет. Если вы в течение 5 лет не начали пользоваться контактом, значит, он, скорее всего, вам не пригодится. Или, что весьма вероятно, за этот промежуток времени он изменится. У человека может измениться должность, телефон, адрес электронной почты, что угодно. Если вы 5 лет не продергивали контакт, значит, этот контакт вам не очень нужен. Если этот контакт вам стал нужен, то, скорее всего, он перекочует из ваших ежедневников в записную книжку в вашу телефон. Все. Места для обновительного каталога в данном случае не остается. Следующий артефакт – это Google Календарь. Смотрите на него внимательно. Есть кто-то, кто никогда не пользовался Google Календарем? О-о-о-о, как все печально. Ну, что вам могу сказать? Пора начинать! По многим причинам пора начинать. Смотрите, пожалуйста. Запись в Google Календаре. Кстати, взята реальные сприншоты моего Google Календаря. Задача, опять-таки, убедить вас в том, что я не вешаю вам лапшу на уши, а верить мне на слово вы не обязаны. Это вот такой proof peak. Надо сказать, что это на самом деле так. Во-первых, у нас есть возможность цветовой маркировки встреч. Даже так, категории дел. А во-вторых, формы, которые мы заполняем, заводя дело в Google Календаре, вынуждают нас вносить все те переменные, о которых я говорил при описании ежедневника. Третье. Google Календарь, если вы в достаточной степени доверяете технологии, может синхронизироваться с вашим мобильным и без вас бездар, то есть этот, как говорил герой прекрасного советского мультика, передавать вам напоминания о SMS. Соответствующий SMS-трафик оплачивает Google. Кроме того, вы можете с использованием Google Календаря назначать встречи, приглашать на встречи, получать подтверждение от приглашенных на встречи, своего рода формализовать обязательства присутствовать на встречи. Кроме того, Google Календарь позволяет привязывать не только реальные события, но и виртуальные встречи, которые можно проводить с помощью технологии Google Hangout, которая не является темой нашей сегодняшней тусовки, но, тем не менее, вот эта связка многих коммуникационных сервисов с календарем очень удобно в работе. Кроме того, календарь можно расшаривать, да, то есть ему можно поделиться. Более того, я вам могу сказать, что на сегодняшний день в компаниях с средней, даже не высокой, со средней корпоративной культурой это нормально. Вот договариваюсь я со своими коллегами из штатов созвониться на определенное время. Или наоборот, да, я тогда просто присылаю приглашение или получаю приглашение, принимаю его. Если я не знаю, в какое именно время они мне позвонят, я говорю, окей, я вам расшарю свой стоп-лист и расшариваю им рабочий календарь, в котором указаны, вот у меня они красненькие, но указаны, те дела, в которые я буду недоступен для интернет-связи. На эту категорию я им расшариваю, и они звонят мне в то время, когда мне удобно. Еще один очень важный момент, Google календарь автоматически конвертит время. Да, то есть даже если вы работаете с Москвой, Казанью, не говоря уж про Калифорнию, то вы сталкиваетесь с необходимостью каждый раз рассчитывать время от GMT. Для этого надо сначала найти, что это такое GMT, какой у нас коэффициент с GMT. GMT с московским временем не совпадает, и с этой точки зрения совершенно замечательный инструмент, который все рассчитывает для нас. То есть мы заводим мероприятие по Екатеринбургу, приглашаем коллег из Калифорнии, и они видят по своему калифорнийскому времени то время, которое мы выставили по времени Екатеринбургскому. При этом заморачиваться с расчетом времени по GMT у у нас нет никакой необходимости. Итак, значит, какие фишки есть у Google Календаря? Это, во-первых, напоминалки с Клерозники, он может нам напомнить СМСки, может напомнить всплывающим окошком, может напомнить по электронной почте. Дальше, возможность командного планирования и возможность поделиться своими планами с друзьями и партнерами. Если когда-нибудь вы дорастете до работы с Personal Assistant, тоже очень удобная штука, потому что вы можете расшарить свой календарь вашему Personal Assistant, и этот человек будет заводить в ваш календарь дела, вы будете видеть изменения содержания вашего календаря в режиме реального времени. Ну и вот я посмотрел на Буркеевых и вспомнил, что в семейной жизни тоже исключительно удобная штука, знаю о себе, если можно поделиться своим календариком, то можно планировать, например, вечерние встречи, поход в магазин и всякую прочую мелкую, важную бытовую составляющую жизнь. Так. Это то, что касается Google Календаря. Значит, ребята, надо просто вбить себе палкой в мозг, что планирование времени – это дело. мы под это дело тоже планируем время. Каждый день минимум час времени вы отводите на работу с инструментами планирования времени. Вот такой вот парадокс. Только при этом вы будете эффективны. этот потраченный час сэкономит вам потом, возможно, два-три часа в течение дня. Да? Это не обязательно час одним куском. Я, например, планирую… основное планирование я произвожу с вечера, у меня на это уходит минут 30-40, а в течение дня я произвожу локальную корректировку. Да? То есть вот насыпалось на меня там за два-три часа какое-то количество задач в блокнот. Да? Я в первую попавшуюся десяти минутку паузы вдохнул, выдохнул и из блокнота в ежедневничек быстренько перенёкся. Да? Листочки из блокнота выбросил и до вечернего планирования это выбросил из головы вместе с листочками в ежедневнике, и это уже есть. Самое поганое – это дела, которые сваливаются неожиданно. Поэтому есть такая штука, как шаг планирования. Вы обязательно должны оставлять зазор между тем делом, которое вы запланировали и следующим. делом не надо ставить дела впритык, если нет критической необходимости для этого. Ну, не забывайте, что ещё есть дороги, которые надо учитывать при планировании. То есть в зависимости от того, где вы живёте, например, в Москве шаг планирования составляет час. Потому что час – это средняя дорога из точки А в точку Б. С учётом возможных накладок. В Хантах мой опыт показал, что шаг планирования может быть 20 минут. Угадал? Точно угадал 20 минут? Нет, нет. Ну, вот так и есть. Потому что за 20 минут пешком можно добраться практически до любого значимого объекта. Так, что ещё важно? Как мы поступаем для того, чтобы у нас не возникла лакун? Потому что, к сожалению, наши планы не всегда зависят именно от нас. Дело в том, что люди твари необязательны. И достаточно часто они то, что называется, прожигают встречу. Вот ты договорился, всё сделал, как белый человек, а в последний момент тебя хорошо, если бы предупредили, а то ты приходишь, а никого нет. Надо сказать, что студенты этим тоже время от времени грешат. и, ну, в общем, в некоторых случаях их можно понять, но на самом деле это дурная привычка, с которой надо бороться. Опоздать не страшно, а вот не предупредить об опоздании – это уже такое жёсткое неуважение к чужому времени. даже не прийти, в крайнем случае, не страшно, да, если человек за шаг планирования знает о том, что у вас не будет. Понятно? Да, если мы, так, примерно, вычисляем, что шаг планирования – час, значит, минимум за час мы должны предупредить о том, что встречи не будет. Так вот, как, ну, понятно, что идеал недостижим, всё равно люди не приходят, опаздывают, не звонят. Как сделать так, чтобы это время не пропало? Какие идеи? Так, значит, запоминаем, а первый вариант – посвятить время себе – это как расшифровать? Ты знаешь, я бы с тобой согласился, но, опять-таки, может быть, твой тип организации личности это позволяет. Мне, если я настроился на работу, очень трудно выпасть в чтение и потом из чтения выпасть обратно в работу. Да, вот, допустим, с московскими дорогами по-другому просто не получается, поэтому в дорогу ты берёшь с собой какой-то инструмент, который позволяет тебе время задействовать эффективно. А вот в Хантах, где плотность событий достаточно высокая, если ты правильно спланировал, то переключаться на чтение не получается, у меня, по крайней мере. Я предпочитаю иметь градацию дел по приоритетам, да, то есть, если одно дело отпало, поднимаем следующее по приоритету на его время. Так получается не всегда, но в некоторых случаях удаётся спланировать таким образом, что если не получилось одно дело, поднимаем на его место следующее. Это хорошо работает, если у вас избыток дел на единицу времени, вы таким образом можете разгрузить себе, например, лишний час для сна. Я, например, в таких случаях перетягиваю дела, которые у меня выкинуты на ночь. Так. Это табличка и цель. Вот та табличка, которая жёлтеньким, это моя табличка, с которой я реально работаю. Это, ну, своего рода итоговый документ, которым я заканчиваю вот эту вот сессию планирования вечернюю. Я свожу туда те дела, которые зафиксированы уже на своих местах и без крайне веской причины со своих мест сдвинуты быть не буду. Вот у меня таким, значит, для этой таблички шаг планирования у меня неделя, и основными вешками, которые я заношу в таблицу, являются элементы расписания. К сожалению, у нас расписание несколько чокнуто, да, оно меняется, как бы, кто-то что положит, поэтому не получается спланировать его надолго вперёд. Например, когда я работал в МГУ, была возможность спланировать на семестр, и это высвобождало большие куски времени, да, потому что было понятно, какие промежутки дня привязаны, например, к какой локации. То есть, если у меня стоят там две пары на маховой, это значит, что встречи до и после я буду назначать в центре, экономя временное передвижение. Понятно, почему это важно? Вот. Справа от вас, слева от меня, интереснейший документ, подготовленный одним ушлым американцем. Это техника, которую я ещё не освоил, хотя она у меня занесена в план на изучение. Знаете, что это значит? Это значит, что она мозолит мне глаза на десктопе, и в тот момент, когда у меня высвобождается внезапное время, я подтягиваю эти файлы с десктопа для того, чтобы с ними познакомиться. Да, вот когда кто-то из вас там приносит мне какие-то файлы почитать, да, или посмотреть, эти файлы занимают место в очереди на десктопе, и когда у меня возникает лакуна по времени, я подтягиваю эти файлы и с ними знакомюсь. Вот это один из таких файлов. файлов. Это документ, который вам, наверное, не видно отсюда, он называется My Ideal Week. Моя идеальная неделя. И вот этот вот дядьки сделал потрясающую штуку. Он сделал шаблон недели, в который закрепил не конкретные дела, а типы деятельности. Вот мне завидно, я до этого планирования 125-го левела ещё не прокачался. Несколько простых правил. На картинке посмотрели, теперь много обуков. Первое. Вспоминаем артефакт номер один и понимаем, что задача максимум не растерять планы по дороге. Да, я не сучу, главное её не расплескать. Вот эта задача важная, значимая и требующая к себе внимания. И именно поэтому, чтобы не расплескать несомную чушь, надо комбинировать типы носителей. Неловко поставленная чашка кофе губит лист с кланами. Забытый дома зарядник губит файлы в мобильном телефоне. Понятно, да? Но сочетание двух носителей, как правило, всё-таки двух типов носителей. Именно поэтому они параллельны. раз, два, три, четыре, три, четыре. Да? Ну, кроме того, всё-таки, наверное, вот так вот. Вот это параллельно с этим, потому что эта штука не только портативная, но ещё и обеспечивает высокую сохранность данных, поскольку основана на облачных технологиях. И если вы не забыли сохранить, синхронизировать ваш календарь, то ничего с вашими заметками не случится, даже если у вас стырит телефон. Второе правило. Я о нём уже сказал, просто хочу, чтобы вы его артикулировали для себя. Планирование – это работа, требующая планирования. Ну, вот у меня уходит час примерно в течение дня на эту работу. Может быть, у вас будет уходить чуть меньше, чуть больше, но не рассчитывайте, что планирование будет происходить само собой. Нет, это системная сложная деятельность, требующая предельной концентрации. Вот, поэтому, ну, минимум 30-40 минут вы этому процессу будете отдавать, а поначалу будете отдавать больше, потому что надо сделать над собой волевое усилие, убедить в том, что это никому не нужное бумагоморательство в итоге принесёт пользу лично вам. Ну, и третье правило – это такой инструмент самошантажа, как раз такое мотивирующее правило, что помните, что за ошибки в планировании вам придётся отвечать личными отношениями. Это если вы ошиблись, например, опоздав на свидание на полчасика. деловой репутацией – это если вы не позвонив, сожгли встречу, минут на 40 простоят в пробочке. и часами сна, если вы просчитались в оценке продолжительности дела, запланировав дело, вы не можете выкинуть его из графика, значит, вы будете спать меньше. Правило здесь и сейчас состоит из трёх компонентов. Первый. Если можешь сделать здесь и сейчас – сделай это. Вот это простое утверждение – главный враг прокрастинатора. Если вы можете позвонить, не берите ежедневник записывать дело позвонить Васе, возьмите телефон и позвоните Васе. Если вы не можете позвонить Васе, то подумайте, почему вы не можете позвонить Васе. Например, если у вас сел телефон, то попросите у друга зарядку и позвоните Васе. Из этого следует, собственно, второе утверждение. Если вы не можете выполнить какое-то дело здесь и сейчас, то первое – подумайте о том, нужно ли его делать вообще. Ну, если вы не можете позвонить Васе, не можете заставить себя позвонить Васе, ну, может, клешим этого Васе в конце концов, да? Потому что он вам не так нужен. Да, один вариант. Второй вариант – подумайте. Если всё-таки Васе позвонить нужно и объективно нет возможности позвонить Васе здесь и сейчас, то надо ответить, что мешает позвонить Васе здесь и сейчас. Если мешает всевший телефон, то есть куча альтернатив. Например, дойти до кафедры, попросить телефон на кафедре, попросить у друга зарядку, достать портативный аккумулятор, попросить телефон у кого-нибудь и позвонить Васе, да? В конце концов, в большинстве случаев оказывается, что невозможность сделать что-либо здесь и сейчас связана с тем, что мы не можем этого сделать, а пусть очень не хотим. Поэтому надо ответить себе на вопрос, можно ли не звонить Васе. Если Васе можно не звонить, Васе можно не звонить. Если Васе нужно позвонить, надо взять и позвонить Васе здесь и сейчас. Я решил попробовать реализовать в нашем университете ряд мероприятий, связанных с неформальным учением преподавателей и студентов на какие-то темы, на которые мы не можем поговорить во время курса лекций. То есть, часто возникают какие-то даже, возможно, личные вопросы к преподавателям, как он умудряется выполнять столько дел в сжатые сроки, как он может заставить себя делать какие-то вот вещи, которые, в принципе, кажется, можно и отложить, но все-таки их сделать надо, как он мотивирует себя на все, на кучу всяких возможных дел, да, там, как он заставляет себя кататься на этих горных лыжах. Вот куча всяких вопросов накапливается, как говорить правильно туда-сюда и так далее. Вот мне стало интересно узнать у студентов, кого бы они хотели послушать и какие темы они бы хотели услышать от преподавателей. То есть, вам читают преподаватели лекции, но возникает куча-куча-куча всего. Вот я готов выслушать ваши предложения у себя на страничке ВКонтакте, можно под записью, можно в личные сообщения писать, кого можно пригласить. И, думаю, раз в недельку по понедельникам в 6 часов также собираться в теплой такой ламповой обстановочке и слушать преподавателей. На следующей неделе планирую пригласить, точнее говоря, уже договорился, осталось подготовиться и оформить все официально. Серегина Владимира Дмитриевича – это сейчас директор Института систем управления информационных технологий. Он расскажет о том, как научиться учиться, как мотивировать себя на новые познания. Все дела, без исключения, с которыми вам предстоит иметь дела, можно разделить на 4 категории. 1 категория – срочные и важные, 2 категория – несрочные и важные, 3 категории – срочные и неважные, 4 несрочные и неважные. Я предлагаю вам это зафиксировать, я могу сказать, что я за этот квадрат сажусь в тот момент, когда у меня начинается паника. Такое обязательно будет, никто не говорит, что если даже вы попытаетесь следовать всем принципам тайм-менеджмента, что в какой-то момент на вас не упадет количество задач, превышающее ваши возможности. Туже всего приходится перфекционистам в этом случае, потому что возникает ступор, желание ничего не делать и впасть в спячку. Когда начинается паника, нервотрепка и прочие гадости, мы берем, откладываем в сторону все, кроме списка дел. У меня в этот момент чаще всего список дел валится в блокнот, я одним из признаков надвигающейся драмы ситуация, когда я не успеваю переносить дела из блокнота ежедневно. Значит, все отложили, все выключили, сели на боку ровно, положили перед собой листочек, разделили листочек на 4 квадратика и начинаем группировать дела по этим 4 кучкам. Медленно, нудно и методично раскладываем дела по 4 категориям. Несрочные и важные, срочные и важные, срочные и неважные, несрочные и неважные. Разложили. Разложили. Дальше. Взяли и зачеркнули все, что находится в четвертом окне. Просто волевым усилием, вы уже туда это занесли, вы уже определили эти дела, как несрочные и неважные, все, их нет. Выкинули. Дальше. Срочные и неважные. Смотрим, на кого можно переложить. То есть, что можно сделать для того, чтобы их не делать. Можем ли мы их кому-то передать или как-то автоматизировать. Опыт показывает, на самом деле, что дела, которым не посчастливилось попасть сюда, разделяя судьбу тех, которые попали в четвертую. А небольшая часть переместится во вторую. В идеале вы находитесь в зоне 2. Не срочные, но влажные. Опыт показывает, что так не бывает. Поэтому, еще раз, я пользуюсь этой штукой не так, как ею надо пользоваться, но поскольку мы говорим о моем опыте, я достаю эту штуку в тот момент, когда у меня начинается паника, паника, паника и дела сыпятся со всех сторон. Для того, чтобы разгрести себе место для маневра, я использую эту штуку. И мой опыт показывает, что она для этого прекрасно подходит. Эти вопросы сразу вычеркнули, их нет. Уже кусочек времени высвободился. Даже чисто визуально на нас на 25% давит меньше. Эта штука очень хорошо подходит для того, чтобы обмануть сознание. Что такое срочное дело? Срочное дело – это то, что мы делаем здесь и сейчас. Я в критической ситуации начинаю со срочных и важных. Обычно у меня критическая ситуация случается в середине рабочего дня. Как правило, это середина понедельника. В этот момент я откладываю все. Заставляю себя налить чашечку чая, взять листочек бумажки, взять блокнот. И совершить эту нехитрую манипуляцию. И жить сразу становится легче. Потому что в срочных и важных остается 3-4 дела, которые ты делаешь здесь и сейчас. И у тебя уже есть чувство достигнутого, потому что ты это сделал. Куча дел, штук там. 5-7 оказывается не срочные, не важные, их просто нет. А с остальными уже можно маневрировать, а с остальными уже можно управлять. И здесь, когда мы работаем с делами срочными и важными, я добавляю еще принцип лягушки. Принцип лягушки гласит, что сначала надо сделать то, чего делать не хочется. Поэтому я сначала среди срочных и важных делаю те, которые требуют от меня самого большого усилия. Я один раз напрягаюсь, делаю самые мерзкие звонки или иду в самые мерзкие кабинеты. После чего у меня уже появляется чувство удовлетворения и остальные дела идут легче. Еще одна фишка, связанная с тайм-менеджментом. Вы правильно заметили, что тайм-менеджмент требующая мотивации. Вот мой мотиватор – это страх смерти. Я таким образом заставляю страх смерти работать на себя. Для того, чтобы каждый день я мог, глядя вечером в зеркало, чистя зубы, сказать, что я сделал все, что я физически мог сегодня сделать, я заставляю себя жить так. Но, с другой стороны, вам проще, потому что до определенного возраста и до определенного опыта страх смерти не является таким мощным мотиватором. Но, короче, ищите какую-то такую вот внутреннего демона, которого вы сможете запрячь, тащить за вас упряжку тайм-менеджмента. Понятно? Так, Эдуард, выключи звук. Знаете, от чего нельзя отказываться? Нельзя отказываться от спорта. Это не значит, что надо упахиваться до потери пульта в тренажерном зале, нет. Но это значит, что какое-то время на спорт, даже если вы не фанат здорового образа жизни, надо отводить. Почему? Как минимум, потому что интенсивная физическая нагрузка компенсирует дефицит сна. Я где-то читал и потом проверил на практике, что при остром дефиците сна очень интенсивная физическая нагрузка позволяет увеличить продолжительность рабочего времени. Но при этом это вот физическая нагрузка, когда с вас, допустим, за час сходит 7 потоков. Я для себя знаю, что, например, для меня это сочетание беговой дорожки с железками. Час, я мокрый как мышь, и то, что я при этом спал 4 часа, не имеет никакого значения. Но при этом не надо фанатизмом, потому что в какой-то момент мотор может не выдержать. Поэтому во всем нужна мера, если вы понимаете, что вилы граблят, то лучше принудительно лечь и поспать 8 часов. Ресурс человеческого организма огромный. У меня есть бывший мой студент, сейчас мой коллега, которым я искренне восхищаюсь. Человек, которого я уважаю безгранично. Мой коллега, работающий на два журнала, один из них это Apple Insider. Кто-то видел анонсы вебинара, который сейчас этот парень Саша Милошенко вел. Когда-то я вел у них вебинары, а сейчас он ведет вебинары сам, посвященные игровой журналистике. Понятно, что у спорта есть не только идеологическая составляющая. Меня, например, как человека по натуре протестного, идеологема спорта в югре от спорта скорее отвращает. Но это моя особенность, я человек поперечный. А вот понимание того, что физическая нагрузка позволяет мне компенсировать недостаток сна, подстегивает к тому, чтобы не забывать хотя бы 4 раза в неделю появиться в тренажерике. Следующее, чтение. Чтение дисциплинирует мозг. У меня бывает, что к вечеру я уже не в состоянии складывать буквы. Для этого у меня загружена библиотека аудиокниг. Хотя бы полчаса до тех пор, пока мозг не перестанет воспринимать информацию совсем. Но, тем не менее, чтение обязательная часть планирования. То есть, вы должны, вы обязаны оставлять время на чтение, потому что иначе производящие ресурсы вашего мозга будут сбоить. Дальше, общение с близкими и друзьями. Мы никогда не должны забывать, для чего мы вообще все это делаем, для чего мы работаем, для чего мы учимся. Все-таки мы работаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать. Об этом очень важно помнить. И вот если вы вспомните вот эту тапличку, то вот это вот время, которое он проводит в семье. Его достаточно много. Поэтому общение с друзьями и близкими становится неприкосновенной частью планирования. То есть, вы можете забирать время из своего сна до тех пор, пока запас силы это позволяет. Но, например, есть у меня два часа, когда я читаю дочери и пою с ней песни. Вот мир может хоть повеситься. Те, кто со мной работают здесь, знают, что вот, да застрелитесь, я все равно пойду петь колыбельное. А вот просто потому, что я знаю, что если бы не этот человек, я бы не сделал половину того, что я делаю, потому что я это делаю в том числе и для нее. И я об этом помню. Значит, еще важный момент – это прогулки. Прогулки – это не безделье. Однажды я видел, как работает Николай Зинькович – это историк, писатель, человек, который занимается новейшей историей, историей СССР. Мы одно время достаточно плотно общались, и я видел, какой объем информации он прорабатывал в беседах на пробуках. А, по сути, после такой беседы можно садиться и писать нагаду. Свой первый диплом я надиктовал на диктофон, гуляя по улице. Ну, да, выглядело это, наверное, как прогулки городского сумасшедшего, потому что у меня висел бы на основе микрофончик. Конечно, ходил по парку изговаривать с самим собой. Но при этом воздух, смена декораций, движения провоцируют мыслительную деятельность. Окружающим не нравится, но ребята – это их проблемы. Ну, или ваши, если вас раздражает их реакция, выбирайте дорожки, где нет народа. Еще момент – это потребление культурной информации, причем потребление не в домашних условиях, а то, что раньше называли «выходы в свет». Культура, которая в хантах практически не сформирована. Ребята, это очень важно, потому что это не только увеличивает ваш бэкграунд, делает вас более интересными, это открывает для вас возможности делового общения в нетипичной для делового общения среде. Вас будут по-другому воспринимать. Тоже часть самодисциплины, с одной стороны, с другой стороны – это возможность пообщаться с полезными людьми в обстановке не деловой, поговорить не о делах и нащупать точки пересечения интересов, сформулировать общий код образный, который потом можно использовать на переговорах. Кто-то из вас, вероятно, помнит мои кулуарные рассказы Реновского анекдота в размере Горыныча. Есть еще такое явление, на которое стоит обратить внимание – это хронофаги, пожиратели времени. Это люди, которые считают своим долгом воровать ваше время и при этом не давать вам ничего взамен, ни удовольствия, ни пользы, ни денег. Такие люди обязательно есть в жизни каждого, и от них надо избавляться решительно и не всегда, как бы это сказать, полать, не всегда вежливо. Хронофаг должен понимать, что он в вашей жизни лишний вполне однозначно. Надо понимать, что… надо быть уверенным, что это хронофаг. Хронофаг нельзя распознать по первому акту коммуникации. Да, вот когда два, три, четыре раза человек у вас живет время, и это время вам никак не возвращается, все, значит, этого человека по боку, его для нас больше нет, и он должен это хорошо понять. А, ну, то есть, морду бить не надо, но сделать человеку максимум эмоционального дискомфорта в процессе общения с вами – вполне. Значит, сделать так, чтобы второй раз подходить к вам не хотелось. Значит, от чего нужно избавиться? Первое, от чего нужно избавиться – это от постоянных чаепитий на работе. Ребята, это на самом деле относится к правилам здесь и сейчас. Если вы здесь и сейчас работаете, то работайте. Должно, если вы хотите поесть, сходите в столовую, поешьте, на это уйдет 15-20 минут, занимайтесь дальше тем, зачем вы пришли на работу на учетку. Следующая, как бы, очень сложная штука – избавиться от игр на компьютере и телефоне рабочем. На рабочем инструменте развлекательных провокаций быть не должно. Рабочий инструмент перед вами должен вызывать ощущение работы. У меня есть ноутбук, на котором стоят мои любимые старые Heroes, еще куча древних игр, которые я вынимаю в начале отпуска и ухожу в игровой запой. Двое суток меня не существует, я кукловожу. Но в рабочее время этот ноутбук убран так далеко, чтобы его даже достать было неудобно. Зато в моем Mac'е игры просто не устанавливаются. Никак не устанавливаются, не потому что этого нельзя сделать, а потому что я этого не делал в принципе. Там есть только программы, необходимые для разработки. С телефоном чуть сложнее. У меня телефон один для работы и для неработы, просто на две симки. Поэтому какие-то игры я держу для того, чтобы иметь возможность убить время. Бывает, особенно в дорогах, когда дорога там 18 часов, 20 часов, когда ты все, что мог, уже переделал, мозги свернулись в трубочку, тогда можно позволить себе какое-то развлекательное действие с телефоном. Еще очень сложный момент, особенно для присутствующих здесь ребят-журналистов, это то, что связано с социальными сетями. Потому что нам социальные сети часто нужны по работе, но надо помнить, что это засасывает. В какой-то момент очень трудно отличить, когда я работаю, когда балду пинаю. Вот за этим надо следить, как только ты понял, что тебя понесло волной, как только ты понял, что ты серфишь по веткам обсуждения, не делаясь занимаясь, это очень просто. Понять, задать себе вопрос, какую задачу из запланированных я решаю таким образом. Как только я не могу однозначно на этот вопрос ответить, все, закрыли сеть, пошли решать задачи. Ну или, по крайней мере, стали осмысленно использовать сеть. Ну, есть такая особенность, о ней надо знать и помнить. Ну и еще надо избавиться от долгих раздумий, делать или нет. Такой сложный пункт. Дело в том, что в большинстве случаев, если вопрос возникает, ответ на него однозначный – нет. То есть, если мы задумываемся, делать или нет, значит, скорее всего, не делать. Потому что, когда мы делаем или не задаем себе вопроса, надо ли это делать, значит, это действительно надо. Когда возникает рефлексия, значит, скорее всего, делать этого не надо. Ну, то есть, по крайней мере, это явно не дело первого квадрата. Но есть исключения, когда надо подумать, когда решения сложные, и в этом случае приходит на помощь довольно редкий артефакт. У меня он есть. Это ежедневник, который называется Pro и Contra. У него такая вот специфическая виновка. Это инструмент, который мы подключаем только в том случае, когда вопрос связан с очень серьезными рисками, с изменением образа жизни, с очень большими бюджетами, с тем уровнем ответственности, который выводит нас из зоны комфорта и автоматического принятия решения. Тогда мы напрягаем мозг и взвешиваем все «за» и «против», и опираемся на чистую математику. Ну и два простых правила, вытекающих из этой картинки. Учитесь говорить «нет». В 90-е годы мне запомнилось интервью с господином Толганем, где на вопрос «чему вы дольше всего учились в жизни?» он ответил «дольше всего в жизни?» я учился говорить «нет». На самом деле говорить «нет» очень сложно, в том числе эмоционально. Очень трудно дать однозначный, отрицательный ответ. Потому что все время возникает такая интеллигентская рефлексия, а может быть, ну все-таки человек хороший, ну и вроде как интересно. Значит, рубите концы. «Нет» очень полезный, важный, сложный в использовании инструмент, которому надо учиться. Само по себе искусство говорить «нет» не приходит. Это не значит, что надо на любое слово. Знаете, в жизни маленького ребенка есть период, когда он на любую вашу инициативу говорит «нет». Окей, ребенку это простительно. Вам надо пережить уже в сознательном возрасте опыт обращения с «нет». Потому что «нет» это… что с точки зрения нашей сегодняшней темы означает «нет»? Однозначное – снятие с себя ответственности за выполнение той или иной задачи. Своевременно сказанное «нет», однозначное «нет», безальтернативное «нет» – это отсутствие записи ежедневной. И второе утверждение. Отвечайте за свое «да». Когда вы говорите «да», это значит, что вы приняли на себя обязательства. Это значит, что запись в вашем ежедневнике появится и сожрет у вас столько часов сна, сколько понадобится на то, чтобы выполнить ту задачу, относительно которой вы сказали «да». Это понятно? Вот эти два инструмента, инструмент «нет» и инструмент «да», очень важны в системе управления временем. Вообще, очень… я представлюсь, меня зовут Эбилар Пугуманов, я в некотором смысле коллега Илья Илья Ильича, да. Очень вообще нравится мне, что вот эта тема прозвучала и что она интересует такое количество слушателей. Я хотел бы сказать вот одну вещь. Вот здесь было такое окно из Экхауэра, да, мы видели «срочно», «важно». Вот скажите, с вашей точки зрения что более непонятно, срочно или важно? Как определить, что сложнее? Что сложнее? Ага. И понимать, что важно, а что не важно, будет только тогда, когда вы сами перед собой разучитесь какими-то целями. Вот одна из основных вещей, связанной с временем его распределением, заключается в том, что сейчас на вас, скорее всего, валятся некие действия, некие события, которые вы сами не выбираете. То есть они вот на вас валятся, да, вы как-то должны их распределять. Но по-настоящему вы начнете все это понимать в тот момент, когда вы сами начнете в себя ставить цели и понимать, а куда я хочу вообще идти. Знаете, есть хорошая поговорка, которую лично я очень люблю. Вот, она очень правильная, да, и она как раз об этом уже. То есть не надо плыть по течению, да, вы знаете, что не надо плыть. Но не надо плыть против течения, потому что это очень глупо. А надо плыть туда, куда тебе надо. Так вот определить, куда вам надо, это первая задача. Потому что иначе вот все то, что здесь рассказывалось, очень полезные и важные вещи, они только оформляют это куда вам надо. Потому что когда вы определяете, чего вы хотите в жизни, и дальше вы смотрите в направлении, куда пойти. Есть очень большой инструментарий, связанный с целью и полаганием, но только после этого вы начинаете ценить свое время, бояться тратить его на ненужные вещи, да, на ненужных идей. И жить так не на автомате. Вот об этом. На самом деле цель и полагание – большое время, большая как бы отдельная тема, если есть «Ярослав Желание», то есть я могу на эту тему потом как-нибудь выступить, она тоже исключительно важная. Просто вот… Я записал себе уже… Да, то есть я хочу обратить внимание, что может у многих возникало ощущение, да, что это вот некое как бы оформление, да, то есть непонимание как и зачем это все использовать. Действительно так и будет до тех пор, пока вы не определитесь с целью и полаганием, со своими личными потребностями, что вы хотите сделать в этой жизни. Потому что был такой момент, когда я пришел выступать на факультет и задал простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что вы хотите? Вот так вот. Что вообще по жизни хотите? По-моему, только один человек из всех или два же так знал, что они вообще хотят. Простой же вопрос, да? Простой, хороший. Попробуйте себе минут 30 в сегодня время уделить и пропланировать, что вы по жизни вообще хотите. Не просто на вечер, на неделю, а вообще по жизни что хотите. Хорошая вещь. Вам, мне кажется, грамотнее использованного времени, чем ответ на этот вопрос, не будет точно. Все, спасибо, это мой комментарий. Так, ребят, а какие-то рефлики есть, может быть, кто-то хочет поделиться своим опытом, то что-то вот мы все, бла-бла, бла-бла, может быть, вы знаете, что-нибудь интереснее. Кто как решает вопрос управления временем? Получается, я полгода работаю по европской компаниям, тоже экзаменерам. И, как это, в тюрьме у нас больше 2100 рублей. И у каждого обязательно должен быть бакулата. Для того, чтобы ставить группу на встречи. Для того, чтобы... Еще можно говорить о сервисе, ну, сервисе на будут документы. Так, чтобы вместе, ну, работать в одном документе. И так получилось, что, во-первых, я сам научился, ну, пользоваться... Ну, я до этого не пользовался календарем. И все пришло, кстати, к тому, что какие-то свои дела я тоже, ну, заговорил календарь. Ну, и, как вы и сказали, те же покупки супруги тоже. Кстати, по поводу покупок могу бонусом подарить совершенно другой сервис. Называется он по-русски «Купи батоны». В магазинах его можно найти именно под таким названием. По-английски он называется «Buy me a buy». Совершенно потрясающий инструмент, который позволяет тому, кто идет за покупками, тому, кто остался дома, через единый аккаунт вбивать пожелания и потом в магазине смотреть обновления по списку. Так, у кого-то еще есть? Давай. Да, у меня есть. Вы говорили про ежедневники и сказали, что ежедневники должны быть не датированные. Да. Как же тогда правильно вносить в них какие-то заметки и дела? То есть, по мере накопления, вот я внес их, допустим, через лист. Хорошо. Смотрите, я датирую ежедневники на некий этап планирования. Например, у меня чаще всего этап планирования – это квартал. То есть, я на три месяца расписываю ежедневник ручками, поставляя даты. Если посмотреть мой рабочий ежедневник, все даты поставлены руками. Это важно, потому что это освобождает меня. Да, еще я люблю ежедневники с не структурированными страницами. Потому что тогда есть ежедневники, где часы еще вбиты. На мой взгляд, это очень неудобно, потому что у меня может шаг времени не совпадать с тем, который предлагают ежедневники. Да, что такое отпуск? Отпуск – это промежуток времени, часть из которого я могу не планировать. Вопрос цели полагания сознательно оставил за скобками, потому что тогда бы мы говорили про цели полагания, а не про планирование времени. Ну, собственно, повествовательная часть закончена. Сейчас ваша рефлексия. Я еще раз благодарю Ярика за идею и всех вас задавили. Поверьте, я оценил, что вы потратили на наше общение полтора часа. Мне это очень приятно и важно. Спасибо.